Мы продолжаем рассказ о новых эпизодах уголовного дела в отношении осужденных пожизненно участников банды Тверских волков Агеева, Осипова, Баскакова. Как мы уже сообщали, новые преступные эпизоды датированы началом 2000-х. Сегодня рассказ следователя, как осужденные начали говорить. При расследовании уголовного дела по факту убийства Михаила Круга возникла необходимость в обязательном допросе, на мой взгляд, Агеева и Осипова. Указанные лица на тот момент содержались в колониях, отбывали наказание в виде пожизненного лишения свободы. Мною было принято решение о необходимости этапирования их в следственный изолятор города Твери, что мною было сделано. По приезду по этапированию указанных лиц мне удалось установить с ними психологический контакт, когда направляли этапирование. Ни я, ни сотрудники полиции не думали, что тот же самый Агеев пойдет на контакт, ведь он неоднократно допрашивался ранее по данному уголовному делу, говорил, что не обладает какой-либо информацией, ничего не знает, его на месте не было, пояснить ничего не может. Но вместе с тем удалось его разговорить с учетом тех данных, которые были получены мной в ходе дополнительного следствия уже после возобновления дела в 2019 году. Соответственно, уже наладив и с Агеевым, и с Осиповым контакт, последние уже лично мне сообщили, что желают рассказать еще о нескольких эпизодах своей преступной деятельности, что они и сделали. В связи с чем также мной было принято в последующем решение об этапировании сюда из колонии еще одного участника банды Баскакова, который также подтвердил показания Агеева, показания Осипова, касаемые этих новых эпизодов. Агеев и Осипов — это участники банды «Тверские волки», это основной костяк этой банды. Если говорить о руководителе банды, это Костенко Александр Иванович, его правая рука — Осипов Анатолий Николаевич, это отец Осипова Александра, который привлекается у нас в качестве обвиняемого. А Осипов, Агеев, Баскаков — это основные исполнители всех преступлений в этой банде. Костенко, а также Осипов-старший доверяли этим лицам, передавали им основные заказы о необходимости исполнить то или иное убийство, и, соответственно, основную часть преступлений, которые остались на совести банды «Тверские волки», совершали именно Агеев, Осипов и Баскаков. Напомним, по делу Агеева, Осипова, Баскакова, Соболева, Ильина и Желтова в Московском районном суде города Твери назначено судебное заседание с участием присяжных заседателей. Подсудимые обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, убийствах, подстрекательстве к убийствам и организации этих преступлений. Мы следим за ходом событий.